И вновь в эфире PRODEXPO 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь. И какую компанию представляете сегодня? Меня зовут Яковлев Юрий. Я генеральный ретро-компании «Югорские традиции». В общем-то, я и основал эту компанию. И мы находимся в городе Сургуте, это Ханатамасийский автономный округ Югра. Нефтяной край, но у нас не только нефть, у нас еще есть прекрасные дикоросы, такие как грибы, ягоды, рыба, оленина. И мы все это с удовольствием перерабатываем и предлагаем нашим потребителям, нашим покупателям. На выставке принято удивлять, что вы привезли нам в этом году? Ну, в этом году я хочу показать вам такие замечательные грузди, которыми мы гордимся. И на самом деле это наша определенной степени фишка, потому что мы разработали уникальный рецепт, который является по большому счету военной тайной. Здесь мы представляем грузди, которые имеют истинный вкус груздя. То есть здесь практически нет никаких добавок, нет никаких улучителей вкуса и никаких консервантов. Здесь натуральная ферментация, соль и небольшое количество специй, которые необходимы для того, чтобы это все консервировалось. Вот, и эти грузди собираются в нашем регионе, эти грузди правильно хранятся, эти правильно транспортируются и потом небольшими партиями это все изготавливается. Это пользуется заслуженным спросом на рынке у наших покупателей. Отлично. Вот я еще вижу какую-то бутылочку, очень красивую, подача, дизайн. Вы расскажите, что это такое? Наша компания также занимается производством кедрового масла. У нас два маслопресса. Деревянные прессы, холодный отжим. И тоже таким же образом обеспечивается полная натуральность продукта. Когда отжимается масло, остается жмых. Это, оказывается, еще более уникальный продукт. Это те же самые кедровые орешки, но которые обезжирены. Там сохраняются все минералы, все полезные свойства. Это великолепный продукт для правильного питания и продукт для кулинарии. Мы сегодня тоже с удовольствием его предлагаем на рынке и он пользуется заслуженным спросом. Также у нас наша компания выпускает протертую ягоду с сахаром. У нас есть свои пункты приема дикоросов. Они находятся в отдаленных районах нашей местности. И местное население приходит с удовольствием сдавать ягоды. Мы, естественно, эти ягоды оцениваем, с ними рассчитываемся. Но они нам, как говорится, обеспечивают качество. В дальнейшем эти ягоды хранятся у нас надлежащим образом. И мы, получая заказ, также перерабатываем партию и представляем на рынок свежайший продукт. Сегодня, я думаю, что за экологически чистыми продуктами будущее. И мы эти продукты все обеспечиваем. Но я больше еще скажу, что мы свою продукцию стараемся оформить таким образом, чтобы она отражала колорит местный. У нас, в нашей компании есть дизайнер прекрасный, который изучает все эти вопросы. И вот та национальная особенность, и национальные знаки всевозможные, они все здесь присутствуют. Здесь вся информация есть о грибах, о какие знаки у местных народов обозначают солнце, радость, добро. Это все здесь присутствует. Мы все этим с удовольствием пользуемся. И таким образом несем еще и простатитическую функцию. Замечательно. Как для вас проводится наша выставка? Вы уже нашли каких-то стратегических партнеров? Вы уже подписали контракты? Может быть, наметили какие-то партнерские соглашения с какими-то нашими ритейлерами? Выставка проходит великолепно. И то, что говорить о встречах на выставке, это, конечно, для этого они и создаются. За вот уже третий день сегодня выставки встреч прошло очень много. У нас пачки визиток, пачки опросных листов. К нам подходят, мы кому-то интересны. К нам подходят с каким-то предложением, нам кто-то интересен. И я думаю, что польза от выставки просто неоценимая. То есть она реально, эта вещь, такая необходимая для современного общения бизнесменов. И даже, я понимаю, ритейлеры – это крупные бизнесмены. Ну и такие, как мы, допустим, небольшие компании, которые на рынке есть и занимают свою нишу по праву. У нас тоже здесь абсолютно прекрасное общение. Замечательно. Спасибо вам большое, во-первых, за такие замечательные продукты. За возрождение культуры в упаковке тоже отдельное. Спасибо. И надеюсь, что выставка поможет вам донести до нас, конечных покупателей, свой прекрасный продукт. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. И желаю вам тоже успехов. И вы прекрасно занимаетесь делом, что помогаете нам выйти в эфир и, в общем-то, рассказать большему количеству людей, которые, может быть, не попали на эту выставку. Прекрасная выставка. Выставку нужно посещать.